Весна Весь мир живет твоим законам На перегонке с ветром впереди любовь где-то там Потому что у нас все роли главные, видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные, видишь, ты идешь рядом Что, мы едем в Донецк в третий раз, пытаться покорить Донецк, что получится, не знаю Очень сложно, было надеяться, что все будет старт, а что? Посидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные, видишь, ты идешь рядом Твоё сегодня бесконечно Твоё сегодня бесконечно Так много можно сделать в первый раз Дыши свободно и беспечно Распусти свои крылья, стану сказки все выют Потому что у нас все роли главные, видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Добрый день Добрый день, дорогие друзья Мы рады приветствовать всех, собравшихся в этом зале В этих гостеприимных стенах Дворца молодежи и юность В этот весенний предпраздничный день Потому как собрались мы в этом зале Действительно в преддверии великого праздника Великого христианского праздника Пасхи С чем я вас и поздравляю с этими замечательными наступающими праздниками Ну и, конечно же, сегодня у нас в этом зале Свой праздник Праздник молодости, красоты, здоровья, юмора Праздник КВН Команды на сцене в хорошем настроении Очень рад вас всех видеть, ребята К сожалению, не получилось посмотреть на вас и на вас в отборочных турах Но сегодня мы вновь все вместе в этом зале собрались Чтобы дарить друг другу море радости, улыбок и веселья И рекламное агентство BTV Company Также является спонсор сегодняшнего мероприятия АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Стоп, стоп, стоп! Когда все готовились в игре, рисовали дорожные знаки, повторяли правила дорожного движения, кто-то один гулял, пропускал репетиции и развлекался на командные деньги. Кто это? Кто этот человек? Кто этот красавчик? Кто этот мачо с красивой рубашечкой? Да какой из тебя мачо? Ты даже целоваться не умеешь. Это я не умею! Да нормально, он целуется. Добрый день, друзья! Год и стартовал 11 сезон КВНИ. И наша команда решила серьезно подойти к игре. И сегодня в нашей команде будут выступать Александр Зубенко, Лариса Мартынихина и Виктор Янукович. Вы в шоке? А представляете, в каком шоке? Лариса Мартынихина, Александр Зубенко и Виктор Янукович. Мы повсюду побывали. И все с тобой пройдем пути. А для начала, в общем, смотрите. Ты говоришь, что я милашка? Да, милашка. Мне тоже сказали, что я мачо. Да, мачо. И я просто пупсик. Пупсик. Товарищ инспектор, отдайте права. Жена рожает. Ехать надо. Сервис на дорогах улучшается с каждым днем. Появляется придорожное кафе и не только. Реклама. Так вот ты какой туалетный утенок. Мальчишки, девчонки, а также родители. Вы новости дорожные услышать не хотите ли? А злосты, хиполитики, седми и смотри. На новости, взгляд, какая новость для жюри. Пара-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Вау! Белас въехал на стоянку и расставил 20 полк. Смотрите в кинотеатрах «Валга-отдак». Чукотским ученым наконец-то удалось расшифровать цвета светофора. Донецкая дива. Вы едете в маршрутке дальше, а ваш мобильный телефон и кошелек выходят на Буденовке. И последняя новость. Наш Артем первый год в команде. И у него появилась масса вопросов к председателю жюри Александру Николаевичу Зубенко. Братненький, я вас нашел. Добрый день. А вы тут самый главный жюри. Да, я председаток жюри. Класс! А вы в КАИ работаете? Да. Класс! А кто вы по званию? Майор. Класс! А ПДД вы соблюдаете? Ну, конечно. Майор и ПДД соблюдаем! Класс! 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 А сейчас песня «Случай на дороге». Я встретил девушку Полмесяц и мрог На полгод выпуска Облаза любовь А эта девушка Меня с ума слила Разбила сердце мне Ха-ха! Ай-яй! Нос! Ха-ха-ха! Какая-то красивая машина! Это Фэраль? Нет, это Бэнтли! Никогда не слышала! Следующая станция Третья Ковская! Бэнтли! Бэнтли! А теперь сказочка Дочери мои Уезжаю я Что же привезти вам? Чудовище лучше увези Батенька! Ну, пошли! Иногда чувства Очень сложно выразить Одними словами Мы решили эту проблему Итак, ваше внимание История любви На языке дорожных знаков Однажды Я гулял по обочине дороги И встретил девушку С очаровательным Лицом Он был в карнавальной маске Но я сразу поняла Это инспектор Буратино Я распахнул заднюю дверь Своего Мерседеса И мы поехали Сначала он мне предложил Заехать в библиотеку Чего-нибудь почитать Нет, сказали Поехали Но я не хотел отступать Я обиделся Дорогой незнакомец Сказала я Вы самый прекрасный человек в мире Взгляд своего лица Я перевел на стройные ножки И понял Она модель Неожиданно для себя Я его послала У меня сразу поднялось настроение В моей голове В моей голове Одна за другой Стали крутиться Разные мысли Я взял телефон Вместе с сумочкой Потом он написал Свой домашний адрес На следующее свидание Я пришел С ее любимыми цветами А я Со своими Любимыми детьми Близнецами Мороль Не стакалки с девушками на улице Нет Не ходили по обочине Дороги Папа А почему мы так поздно Пришли в магазин За покупками Не болтай много Пили решетку Шахтер чемпион Шахтер чемпион Шахтер чемпион Шахтер чемпион Наша команда болеет за Донецкий шахтер Ура И мы очень тяжело Пережили уход Тимащука В зенит Но Сегодня Анатолий Тимащук У нас здесь Здравствуйте Анатолий Почему вы ушли в зенит Кто болеет за зенит У того всегда Более Ну В общем Семейное обстоятельство Да Анатолий Скажите что-нибудь Своим болельщикам В оранжевом шахтер Динамо В белосином А мне по барабану Я гражданин России После реформирования ГАИ на дорогах Часто стали появляться дорожные патрули И так один день из жизни дорожного патруля Ну что поехали Эх у меня просьба к тебе У меня тут боковое зеркало отпадает Не мог бы ты придержать Так тогда уже можно и руль Чтоб не отваливался И зеркало заднего вида А то не видно ничего И батачок Чтоб не открывался Все Хватит Забыл тебя предупредить У меня дна Нету Пришло время Открыть страшную тайну Кто на самом деле были Пятачок и Винни-Пух И так сказка о пяточке Добрый, добрый Добрый, добрый Добрый, стойный Крежон Под именем Винни-Пух Я вон Эпиду, мама И так Винни-Пух Отправился к своему лучшему другу Поросенку Пятачку Доброе утро, Винни-Пух Доброе утро, Пятачок Интересно Я делал тебя случайно Какой тебе больше нравится? И так вопрос был решен Друзья взяли с собой И отправились к высокому духу Шала Открывай Медведь пришел Ой Так ведь это же я Что значит я? Я? Значит я Винни-Пух Ты уверен? Ну конечно Кролик наклонился к самому носу медвежонка И прищурил свои близорукие глаза Действительно Винни-Пух А это кто? А это Пятачок В самом деле Пятачок Ну-ка на слов сходите Здравствуй, Винни-Пух Какие новости? Ну и что? Да, я хотел бы Только я хотел бы Да, только чтобы Что-что? Ну получил Пух Это все? А что и что? Слушай, ясно Винни-Пух Подозрительно косится На свисающий Винни-Пух Откуда у тебя это? Что? Ах, это Красивый сонарок, правда? Ну только ты мне не мешай Он мне кого-то напоминает МСДНОК Денький Субтитры создавал DimaTorzok 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 Итак, Дорожная история, Тимур и его команда! Дорожная история, Тимур и его команда! Дорожная история, Тимур и его команда! Так, ближе к делу! Ты должен проследить, чтобы Квакин со своей компанией не нарушал порядок на улицах Атаковского! Накладывай! Значит так, сижу я в засаде... Засаде? Одно другому не мешает! Это Квакин! 28 раз успел показать Дулю водителю маршрутки, когда тот стоял на красном свете! Приказываю! Бери Симакова и Гейку и отправляйся на разборки с Квакином, а я пока проведаю Женечку! Проведаю Женечку, проведаю Женечку! Каждый из нас мог проведать Женечку, а нам надо горбатиться! Дорожная история, Тимур и Тимур... Эй, красавчик, иди сюда, не бойся! Иди сюда я тебе сказал, ты что не понял меня? Подошел быстро. Вот видишь, ничего страшного. Нет. Вот я теперь изменился. Вакин изменился, изменился. Сейчас пойду к соседке с передоники, возьму и прочту книгу «Правила дорожного движения». Ага, ты забыл, что стала со стариком из двадцатой квартиры, когда ты ему вместо правил стал плейбой слух читать. Так, пацаны, так, пацаны, нечего терять времени, а пойдемте-ка лучше бабушку в неположенном месте переведем. Или на летнее время. А в это время дома у Женечки. Женечка! Привет, Тимур! Привет, Женя! Я полюбил Ольгу. Ольгу? Ну как же я? Совсем забыл. Ну как же ты, Женя? Ну хочешь? Я тебя поцелую. Да как ты мог? Да как тебе такое в голову пришло? Нет, правда, как ты догадался. Ой, стой! Кажется, папа идет. А папа твой кто? Папа у меня капитан милиции, работает ГАИ. Ай, вы мои лапочки! Ай, вы мои сётички! Женя! Папа, успокойся, это мой дедушка. Ну, Женечка! Ой! Папа, познакомься, это Тимур. Он такой благородный. Папа, когда я выходила из автобуса, он специально для меня выломал дверь. Ой, кажется, чайник закипает. Слышишь, Тимур, Женечку не обижай. Конечно, не буду. Что-то я в тебе сомневаюсь. Проверим. Кто должен первый проехать перекресток с автомобилем, мотоциклистом или самошрутка? Ха-ха-ха! Конечно, тот, кто и по главной дороге. А если дороги равноправные? То тот, у кого нет помещи справа. Скажите, пожалуйста, а что такое абсолютная свобода? Ну, абсолютная свобода, это когда на всех дорогах горит только зеленый свет. А девчонки-тимуровцы, чтобы успешить контролировать порядок на дороге, стали народом. Если бы светофор придумала женщина, то цвета были бы такие. Красный, мелкий, белый, горошек. Да нет, желтый, в косую, черную полосы. Да нет, девчонки зеленые, с золотистыми блестками. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ребята, вот мы, тимуровцы и идовцы, должны уметь рисковать и быть готовы в любую минуту совершить подвиг. Пацаны, а подвиг какого великого человека вы бы хотели совершить? Вот я хотел бы совершить подвиг Зои Космодемьянской. А я Александра Матросова. А я Костелла. А я подвиг Казанова. Все, все его подвиги. АПЛОДИСМЕНТЫ Пацаны, сегодня я видел сон. Красный круг, а в середине белый прямоугольник. И я понял, это знак. Да, а вот мне сон прислез. Кваки, какой сон, какой сон? Кваки. Пойми, Константин, тебе до таких снов еще спать и спать. АПЛОДИСМЕНТЫ Ребята, есть идея. А давайте в ГАИ откроем психологическую службу. Да, давай. Здравствуйте, я парень склеротик. Я не могу запомнить правила дорожного движения. Не волнуйся, мы справимся. Мы все тебе поможем. Здравствуйте, я парень бальтоник. И я не различаю цвета светофора. Не волнуйся, мы справимся. Мы все тебе поможем. Здравствуйте, я девочка. Не волнуйся, мы справимся. Мы все тебе поможем. Пацаны, только что телефончик нашел. Давайте кому-нибудь позвоним. Секс по телефону. А-а-а. Алло. Здрасте. Да, дорогой, я выполню твое любое желание. Я хочу машину. Машину? Ага. Ну ладно. Я знаю, что лучшее место, где остаться влюбленным, это автомобиль. Дорогая. Любимый мой. Ненаглядная. Как же я тебя люблю. Что-то гаишенька. Инспектор Петренко, ваши документы. Вы не видите, я с девушкой. Можете не мешать. Предявите документы. Какие документы? Мы ничего не нарушаем. Мы даже не едем. Я не вижу ваших документов. Свои покажите. 415-й, 415-й, прием, ответьте. 415-й вас слушать, жду указаний. Тимон! Тимон! Кого ты ищешь? Колю! Почему ты зовешь Тимура? Он знает, где Коля. Тимур! Сейчас ввели обязательное страхование автомобилей. Все вы помните, что происходило на дорогах Украины до страхования. Ты че, Олег, ты че знака не видишь? Какой знак? Ты сам меня подрезал. А вот что происходит после страхования. Ну ты красавец. Говорит, что же молодец. Так, где лов-то там? Алло? Я на третьем километре. Ааа! 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 Ты че, все знака не видишь? Какой сон ты, кто меня подарил? Ребята, а может, рванем в кино? Да, в последнее время фильмы стали какие-то ерундовые. Вот я в прошлый раз только половину отсидел. Какую? Левую или правую? Пацаны, сейчас наш любимый фильм начинается. Пойдемте в кино! Ааа! 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 И ты еще совсем зеленый. Весна на сердце, каждый день весна. Весь мир живет твоим законам. На перегонки с ветром впереди любовь где-то там. Потому что у нас все роли главные, видишь, мы с тобой сидим в одном ряду. Даже если у нас дороги разные, видишь, ты идешь, и рядом я иду. Потому что у нас все роли главные, видишь, мы с тобой сидим в одном ряду. Даже если у нас там дороги разные, видишь, ты идешь, и рядом я. Потому что у нас все роли главные, видишь, мы с тобой сидим в одном ряду. Даже если у нас там дороги разные, видишь, ты идешь, и рядом я иду. Потому что у нас все роли главные, видишь, мы с тобой сидим в одном ряду. Ребята, вот вы, тимуровцы и юидовцы, боретесь за порядок на дорогах. А ведь во всех авариях виноваты только инспекторы ГАИ. Ну как? Ну вот сами посудите, как мне варят, то всегда там стоит машина инспекторов ГАИ. Да ты понимаешь, что сказал? Ты даже не догадываешься, какую сложную профессию они выбрали. Ведь никто из нас не задумывался, как тяжело их матерям и женам, ожидающих своих сыновей, мужей, отцов, заданий, порой опасного для жизни. А ведь именно они, инспекторы ГАИ, делают все, чтобы все дороги нашей жизни были безопасны. И прекрасная мелодия отзывались в наших сердцах. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодняшняя игра собрала самые лучшие команды Донецкой области. Мы желаем вам, чтобы ваш путь всегда освещала только радость. И никогда не нас не говорится, и никогда вам не понадобится аплечка. АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Потому что у нас все роли главные Даже если у нас все роли разные Видишь, ты идешь и рядом я Твое сегодня бесконечно Так много можно сделать в первый раз Дыши свободно и беспечно Распусти свои крылья, стану сказки Все вылютам Потому что у нас все роли главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас все роли главные Видишь, ты идешь и рядом я иду Потому что у нас все роли главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас все роли главные Видишь, ты идешь и рядом я Субтитры подогнал «Симон»